Сотни сотрудников домов отдыха в Каркараленске Арселор Митл Темиртау могут остаться без зарплаты. Об этом заявили в управляющей компании. По словам предпринимателя, ситуация возникла из-за многомиллиардной задолженности промышленного гиганта, чьи шахтеры-металлурги поправляют здоровье в Каркараленске. Работники санаториев тоже поделились на два лагеря. Многие перешли к другому работодателю. Идут суды, горняки не получают путевки в эти оздоровительные учреждения. Репортаж моей коллеги Марины Иневатовой. Мы, сотрудники Дома ДХ Шахтер, хотим выразить свое недовольствие на условия работы до Баскопсервис-ресорс. Не проводится ежегодная индексация заработной платы, сокращены дни за вредность, не выплачиваются полигонные, не соблюдается утвержденный график отпусков. Все работники перешли в Арселор с 10 декабря добровольно, без принуждения с чьей-либо стороны. Так как по сравнению с БСР, нам были предложены более улучшенные условия труда. На видео бывшие сотрудники управляющей компании, персонал Дома отдыха «Шахтер». Свои рабочие места покинули 62 человека. Говорят, получили новую хорошую работу и требуют с прежнего работодателя вернуть долги. Но их бывший директор не согласен. Сергей Ким заявил, они ушли добровольно и финансовые обязательства закрыты. Данные обращения носят провокационно недостоверный характер. Компания «Арселор Миттл» просто переманила людей туда, повысив им заработную плату, чего компания «Бэкап-сервис» на момент, когда «Арселор» с нами взаимодействовала, делать не могла, потому что действовала по ценам 2020 года. Компания «Арселор Миттл» намеренно не заплатила за оказанные услуги, дестабилизировать обстановку среди коллектива. Предприниматель взялся оказывать услуги по лечению и реабилитации шахтеров в домах отдыха «Шахтер» и «Жартас» 9 лет назад. Но за это время у подрядчика и заказчика «Арселор Миттл Тимиртау» возникло множество претензий. В АМТ, к примеру, рассказывают, что отдыхающие горняки часто жаловались. Мы получали множество претензий со стороны отдыхающих сотрудников и в санатории «Жартас», и в доме отдыха «Шахтер». Компания «Бэкап-сервис» не обеспечила комфортные услуги. Низкая температура в комнатах проживания, неприемлемое качество питания – это одни из основных жалоб отдыхающих. На АМТ также заверили, что проверить жалобы не смогли, так как на территорию санаториев их представители просто не пустили. В свою очередь юристы оппонентов уверяют – это неправда. К тому же заказчик не имеет права препятствовать работе по обслуживанию шахтеров. На это есть постановление Межрайонного экономического суда. Невыполнение нами каких-либо условий договора, нарушение каких-либо условий договора. При таких условиях договоры не могут расторгнуть. То есть направить нам в рамках договора претензию, которую мы должны устранить. Если мы не устраняем, да, идет процедура расторжения. Мы свои обязательства от и до всегда выполняли. То есть каких-либо претензий в адрес того, что мы что-то делаем некачественно, такого не было официально. Сейчас в экономическом суде идут новые разбирательства между промышленным гигантом и его подрядчиком. В управляющей компании заявили, что остались без средств к существованию. Компания Арселур Миттл намеренно, опять же, не оплачивает услуги бэкап-сервиса. На сегодняшний день без заработной платы может остаться порядка 200 с лишним человек. Это медики, как и работники котельной, водители, ИТР, инженера по технике безопасности. На Миттл спешат заверить. Персонал обоих объектов гарантированно трудоустроит. Частично в штат. АО «Арселур Миттл Тимиртау» частично в дочерней компании. Трудовой коллектив «Дома отдыха шахтер» уже трудоустроен на 100%. Сотрудники, работавшие в Жартасе, пока наполовину. Судебные разбирательства затянутся, дают неутешительные прогнозы юристы. Известно, что пока горники восьми шахт Карагандинского угольного бассейна получают лечение в других здравницах Казахстана. Марина Иневатова, Женайдар Рахимжанов, «Астона Таймс» из Караганды.